Изюминкой сезона 46-го года стал финал Кубка Советского Союза «Спартак-Динамо-Тбилиси». До этого обе команды по два раза играли в финале, и каждый раз «Спартаковцы» покидали его со щитом, а «Динамовцы» на щите. Как-то будет на этот раз. Среди любопытствующих и новоиспечённые чемпионы Дёмин, Бобров, Федотов с трёхлетним сыном Володей. Через 15 лет он будет забивать на этом самом поле. Какая прелесть! В те годы новинки моды демонстрировались не на презентациях для десятков избранных, а на футболе для широких, трудящихся масс. Но вот ворота разыграны, и судья Михаил Дмитриев начинает матч. Хозяева после нескольких безуспешных попыток всё же добиваются своего. На девятой минуте разыгрывается чёткая комбинация Дементьев-Глазков-Конов, и последний мягко перебрасывает мяч через вратаря Иосилиани. Один-но. Счёт сравнялся всего через шесть минут. После прохода Пайчадзе Гагаберидзе отличным ударом снял паутину с верхнего угла Спартаковских ворот. Вскоре после очередного прорыва капитана Тбилисцев, не дававшего ни минуты покоя защите москвичей, следует передача в штрафную. Ошибается Соколов, и Антадзе забивает мяч в тот самый, уже очищенный от паутины, угол. Око за око, гол за гол. Глазков ещё до перерыва сравнивает счёт. Во втором тайме наседают тбилисцы. Великолепен Пайчадзе. Насладимся его фирменным дриблингом. Тут же следует передача к воротам. Леонтьев на месте. Очередной прорыв Пайчадзе. И снова Леонтьев, не щадя живота своего, спасает ворота после очередного прорыва Пайчадзе. Нервничает тренер Спартака Воль Рад. В аналогичном состоянии и его оппонент, Жордания. Основное время истекло. Можно и дух перевести. В отдыхе нуждаются не только футболисты. Дополнительное время. Девятая минута, ставшая в этом матче для Спартака счастливыми. Начатую в центре поля комбинацию Рязанцев-Смыслов-Соколов красивым ударом головой завершает Тимаков. Нам, в отличие от зрителей, полностью охватить её не удалось. Трибуны ликуют. Это был победный гол Спартака. До чего же приятно смотреть на счастливых людей. Кто может вспомнить, когда в последний раз так искренне чему-то радовался. Торжественная часть. Заместитель главы физкультурного ведомства Никифоров вручает Василию Соколову кубок Советского Союза. Сколько лет, сколько зим. Через семь лет хрустальный приз вернулся в ставшие ему родными спартаковские пенаты. А мы с вами только что были свидетелями первой крупной победы Спартака после войны.